Творческий человек Творческий человек может обратить внимание на те вещи, которые, допустим, вы в быту, на них даже не посмотрите. Понравилось вот с недавних пор железо, наверное, стал заниматься ковкой, пробовать сварочные металлоконструкции делать. Купил сварочный аппарат, купил пару инструментов и начал пробовать потихонечку. Я, допустим, наблюдаю за многими современными скульпторами, и они именно работают в металле и работают сваркой. Разными видами сварки, это целое направление отдельное, и очень много прекрасных вещей создаётся просто сварочными аппаратами и металлом. В старые времена кузнечное дело – это неотъемлемая часть любого общества. Планирую поставить горн, всё это у меня ещё в перспективе. Рисую я, в принципе, лет с трёх, где-то так. И рисовал всегда, просто никогда не думал, что буду заниматься этим более профессионально, там, или посвящу этому большую часть жизни. Я практически каждый день что-то рисую. Постоянно рисую какие-то образы, которые не вписываются немножечко в реализм. Детские рисунки, если посмотреть, я рисовал непонятных этих существ, этих выдуманных персонажей, и с тех пор они, как бы, ну, тоже неотъемлемая часть творчества. Курбанскетчи. И я люблю, допустим, походить по Бахчисараю. Мне нравится Гурзув. Я когда туда первый раз попал, я там с открытым ртом ходил, смотрел, фотографировал все эти домики. Нравится именно не чисто природа, а природа в городской среде или город с частью природы. Возможность на той же графике, как бы, показать то, что когда-то Крым был, скажем так, крымско-татарской культурой. И вот то, что у нас осталось сейчас, эти старые дома разваливающиеся, которых с каждым годом все меньше и меньше. В рюкзаке у меня всегда и пару папок с бумагой. Я рисую и тушью, рисую и акварельными маркерами. Иногда это проходит на каком-то, ну, в режиме автомат, и я пью чай утром, и у меня всегда лежит бумага перед собой, какая-нибудь ручка или линер. Я что-то на автомате рисую. Рисовать для художника – это как дышать. Редактор субтитров А.Семкин